Жесткие односторонние меры экономии в Евросоюзе могут привести к потере целого поколения работоспособного населения. Такое мнение в Брюсселе высказывает руководство группы европейских социалистов и демократов. Инвестиционный план по экономическому восстановлению ЕС, предлагаемый крупнейшей политической фракцией Европарламента, включает перечень конкретных действий по увеличению инвестиций в экономический рост и расширению гарантий безработной молодежи. Тему продолжит наш собственный корреспондент в Европе Жанат Эрнст. В преддверии очередных выборов Европарламент социалисты и демократы, главная прогрессивно-политическая группа этого Европейского общественного института, представила амбициозный план из 10 шагов по скорейшему созданию 7 миллионов новых рабочих мест в ЕС. Сегодня 27 миллионов европейцев не имеют работы и 3,5 миллионов рабочих мест были потеряны с 2008 года, вследствие ряда политических ошибок. Европа стоит перед самой длинной рецессией в период, начиная с 1930 года, и существует огромный риск успешного восстановления рабочих мест. По мнению лидера европейских социалистов и демократов, спасти Европу от кризиса помогут не меры жесткой экономии, а собственные инвестиции в рост. Евросоюз нуждается сегодня в радикальной смене направления развития и новом руководстве, способном провозгласить полную занятость населения целью номер один. Инвестируя в инфраструктуру, энергоэффективность и развитие возобновляемых источников энергии, мы можем разорвать порочный круг спада и безработицы, и создать задел для увеличения рабочих мест и экономического роста. Наш новый инвестиционный план может создать 5 миллионов новых рабочих мест в течение первых трех лет и 2 миллиона к 2020 году. Но только лишь борьбы с безработицей не хватает. Необходимо, чтобы вновь создаваемые рабочие места были качественными. Это возможно через установление европейской минимальной заработной платы, считают члены одной из самых прогрессивных политических групп Европарламента. Накануне выборов они надеются, что будут услышаны электоратом и руководством Евросоюза. Жанна Терны Жомарт Ахметов, Брюссель, Бельгия.